Салам, я Фирус. Шенгенская виза в 2024 году. Реально ли ее сейчас получить? Выдают ли ее? Вообще про шенгенскую визу на канале очень много видео. Я снимал об этом, рассказывал, как самостоятельно получить и так далее. Но актуальны ли эти данные на текущий день? Что изменилось? Какие сейчас реальные шансы получить визу? И из-за каких ошибок чаще всего получают отказ? Первое с чего мы начнем это с посольства. Какие посольства подавать документы? Как и раньше, как и в других видео, я вам советовал эти два посольства. И они до сих пор занимают топовые места по количеству приема документов, по количеству одобряемых виз и так далее. Это у нас Италия и Испания. Меня до сих пор спрашивают люди, которые самостоятельно собирают документы и не знают, как подать, как записаться, как забронировать очередь и так далее. Запомните, если вы подаетесь в посольство Италии, то визовый центр, который принимает документы и отправляет в посольство, называется ВМС. Все ссылки будут в описании, спокойно можете пройти и записаться. Первое, самое главное, по моему мнению, что изменилось, это сроки рассмотрения визы. Если раньше вы могли спокойно, в течение месяца, спокойно забронировать, подать и получить визу, то сейчас это время увеличилось и занимает примерно от двух до трех месяцев. Может и более, в зависимости от того, в какое посольство вы подаетесь. Если мы говорим про Италию и Испанию, то от двух до трех месяцев пройдет с момента того, как вы приняли решение, что вы будете получать визу, да, то есть с момента начатия сбора документов и до получения визы проходит около двух-трех месяцев. За эти сроки вам нужно будет собрать документы, найти окошко для записи, да, и подать эти документы. А само рассмотрение в посольство занимает около месяца. Раньше это было около двух недель. За две недели, в некотором случае еще быстрее, спокойно уже выходил ответ, люди получали визу. Сейчас же рассматривают около месяца или более, то есть от 30 до 40 дней. Бывают случаи, что и за две-три недели тоже выходит ответ, но я вам советую. Лучше закладывайте больше времени, то есть закладывайте 2-3 месяца на то, что уйдет столько времени для получения визы. Документы для подачи на визу не изменились. Они примерно такие же, да, полный список я, конечно же, оставлю в описании, можете ознакомиться. Такая же анкета, да, такие же пакеты документов. Если вы не гражданин России, то также нужно патент, разрешение на временное проживание, ВНЖ и так далее. Либо же просто регистрация, да, на год и так далее. То есть все эти документы также нужны для подачи, но есть некоторые нюансы. Например, справка из банка. Раньше я спокойно называл сумму до 200 тысяч, то есть 150-200 тысяч было достаточно для получения визы, хотя бы на месяц. Но сейчас изменились, да, цены поменялись. И если рассматривать, например, Испанию, да, либо Италию, когда вы собираетесь получать визы через эти посольства, да, в эти страны, сейчас лучше всего показать сумму около 400-500 тысяч рублей. Также по поводу авиабилетов. Раньше я говорил, что вы можете бронировать, но всегда советую лучше выкупать билеты с бесплатным возвратом. Сейчас это, можно сказать, обязательный пункт. Конечно, на сайте посольств написано, что вы должны предоставить брон авиабилетов или отели. Но лучше всего, как показывает практика, что чаще всего отказывают, если у вас бронь. Поэтому советую сейчас лучше всего выкупать авиабилеты с бесплатным возвратом, также оплачивать полностью отели, также с бесплатным возвратом. Кроме справки о доступном остатке из банка, вам еще и нужно предоставить выписку из банка за последние три месяца. И эти цифры тоже должны соответствовать вашей справке. То есть, есть люди, которые, например, делают справку с работы о том, что у них зарплата 150-160 тысяч. Также предоставляют справку о доступном остатке, что у них там на счету 300-400 тысяч. Даже этим людям отказывают, потому что первое, у них выписка за последние три месяца не соответствует этим справкам. Что оборот за последние три месяца по их карте составляет там 200 тысяч. То есть, это очень мало. По идее, должно быть 800-700 миллион за последние три месяца, при условии, что вы получаете зарплату 160 тысяч, там 150 тысяч. То есть, ваш пакет документов должен соответствовать. Каким образом? Если вы получаете 150 тысяч зарплату, значит вы эти 150 тысяч, грубо говоря, вкладываете в счет. То есть, у вас оборот уже 150 тысяч становится. Дальше вы эти деньги тратите, и пока вы потратили эти 150 тысяч, у вас оборот уже 300 тысяч становится. Да, за месяц. И таким образом, три раза хотя бы 900 тысяч должно выйти. Что вы получили деньги, вы их потратили. Любой перевод, любое пополнение считается в обороте. То есть, грубо говоря, в принципе, если вы хотите увеличить оборот за последние три месяца, вы можете пополнить. Вы можете все покупки делать через одну карту, да, тем самым увеличивая оборот карты, чтобы все это соответствовало. Потому что много, часто мы получали отказ из-за того, что справки из банка, справка с работы, выписка не соответствуют друг другу. То есть, тут сразу можно понять, что человек мог нарисовать свою зарплату, попросить на работе, чтобы специально написали там зарплату на 100 тысяч больше. Да, справку из банка таким же способом, да. То есть, консулы тоже не дураки, они понимают, что вы можете просто взять у всех знакомых, пополнить счет, сделать справку и сразу вытащить эти деньги и раздать обратно. Поэтому все должно соответствовать. Поэтому сейчас, в данный момент, как бы тяжело не было получить визу, это реально, просто нужно грамотно к этому подходить. На какой срок сейчас выдают визы? Вообще, если у вас не было до этого шенгенской визы, да, у вас чистый паспорт, вы подаете, то, скорее всего, вероятностью 90%, вы получите визу на срок поездки. То есть, если вы указали, что вы едете на неделю, то вам дают визу на неделю. То есть, ну, само собой, диапазон может быть занимать месяц, но в течение этого месяца вы можете только 7 дней находиться на шенгенской зоне. Чаще всего так. Я вам советую, если вы первый раз получаете, то не указывайте срок поездки больше двух недель. 7-10 дней примерно это оптимальные сроки, по которым чаще всего получают визу. Если вы указываете 3 недели, 4 недели, месяц, даже сколько бы у вас там не было бы денег, то, скорее всего, вам дадут отказ, потому что у вас, первое, чистый паспорт, вы до этого никуда не летали. Второе, как я уже говорил, все справки можно нарисовать, там тоже недураки сидят, и на месяц вас, грубо говоря, никто не пустит. Конечно, вы можете попробовать, вы можете подавать несколько раз подряд и так далее, но я вам советую, если вы летите первый раз, то подавайте на 7 дней-10 дней. То есть, в принципе, если посмотреть, то глобально ничего сложного, да, ничего не изменилось. В принципе, вам нужно просто больше денег показать на счету, вам нужно, если вы первый раз подаете, то меньше срок поездки выбирать 7-10 дней. Вам нужно покупать билеты, выкупать обязательно с возвратом, вам нужно отели также лучше бронировать полностью, то есть с оплатой, с бесплатным отказом, с бесплатным возвратом, с полным отказом и так далее. Единственное, вам нужно учитывать, что вы должны намного заранее подготовиться, заранее подать поездки, так что через 2 недели вам нужно, например, куда-то уехать, вам нужно визу срочно, так сейчас не получится. Как минимум 2-3 месяца нужно откладывать, ну, минимум 1,5 месяца. То есть, бывает такое, что запись на бронь попадается, что можно просто пойти и там через 2 дня уже записаться, окошки открываются. В принципе, такое тоже может быть, что кто-то отказался, и окошко освободилось, и вы забронировали. Но лучше, лучше всего готовиться заранее, правильно, грамотно, и, в принципе, у вас все получится. На этом все, всем пока, берегите себя. Продолжение следует...